здравствуйте дорогие мои друзья ветер ветер и гроза даже подмосковье крепкая крепкая гроза льет вообще страшное дело сейчас небольшое затишье в москве тут я посмотрел залила там это юг москвы и боровское шоссе то есть пришел мощный грозовой фронт и мы помним что как говорится волна шамана тоже дошла до кремля а шаман это духи природы то есть вот так вроде как по природному бахнула как это будет знаете дождь зальет ли он тайный бункер непонятно но мы также знаем что как только шаман приблизился к столице нашей родины гражданин путин очень быстро срулил знаете как была советская песня старость меня дома не застанет я в дороге я в пути очень ловко конечно связь скажите ну там переговоры разговоры какие там какие дела это же государственный муж у него дело дело чем должен то здесь подмосковье сидеть он будет в сочи думаю а путин наверно думает болин шаман добрался до москвы на всякий случай ну мало ли что конечно тут мне колдуны и обещали тут и все что мы тебя там не волнуйся государь мы за тебя встанем грудью мы тебя прикроем никакой шаман да знаю я вас вы мне много обещали а когда дело дает хрен с два поэтому быстренько срули в сочи думают пока еще подсчитал шаман там 70 километров в день если он от москвы поедет сочи а я возьму как говорится потом из сочи приеду еще куда-нибудь вот так и будет будем играть в эти в пятнашки только я на самолете а шаман пешкодралом как бы это не не догонит не поймаешь не догонишь небось поэтому он был такой знаете веселый на переговорах с лукашенко видели как у него там ботиночки играли прямо такой этот гопачка на нет нет гопак это исконно украинский танец а у него чего сказать что он танцевал русскую я бы тоже тоже папа пропасался вряд ли это русская какой-то странный стране странный танец может быть ирландцы они любят так знаете вот но у них без рук они танцуют вот эти вот девушки особенно руки там за спину и такую чечетку классную бьют хорошие танцы у путина конечно хуже получилось хуже но все же но все же друзья мои посмотрим божественная игра по продолжается пока значит гроза утюжит москву и заливает бункер путин наверно звонить интересуется что у меня там не подтопило как у нас там дренаж не прорвало пока достается только москвичам ну и почему-то до юг москвы не рублево-успенской шоссе а юг москвы возможно там на юге же находятся здание разведки всякие там академии значит по ним по ним утюжат духи природы но им видней им видней страдают конечно москвичи друзья мои но посмотрим посмотрим как же как же волна шамана как она даст какой эффект сейчас мы пока может быть не видим явственных кроме вот этих но некоторых погодных явлений посмотрим посмотрим будем наблюдать ну и поддерживать естественно нашей волей чтобы от каждого из нас вот хотя бы капелька хотя бы стаканчик был в этой волне шамана и пусть он погоняет пусть он погоняет путях у по всей стороне пусть он там прыгает как на своем борту номер один под потом под конец посмотрит скажет слушай 1 а садится некуда аэродромы не принимают а горючее кончается что будем делать сдаваться шаман ушки сдастся ли путин шаману на самом деле знаете мне кажется я уж давно говорил что для него ну на самом деле вот это выход приехать приехать к шаману вот просто приехать вот туда в якутск спокойно войти вот в этот психо неврологический диспансер войти в эту палату и я к шаману не надо кланяться просто сесть на стульчик и сказать слушай давай гони этого беса гони его из меня нету больше сил нету прогони этого без вот для него это это нормальный выход может быть так и будет хотя это конечно фантастическая версия но игры богов бывают настолько непредсказуемы узнаем мы ли об этом или нет или путин будет удовлетворяться только печеньями которые тырит у шамана или там тапочками или что там что там они еще воруют у этого чистого святого человека все дорогие мои друзья пока